Так, тут человек спросил меня, как думаю я, если бы остался Советский Союз, может и войны никакой не было бы, Украина, Россия. Ну тут ответ серьезный будет, потому как вопрос тоже такой, не подначка. Нет, для Украины, для украинцев войны было бы гораздо больше. Тут это как бы даже не какие-то гипотетические построения, а просто это разные совершенно государства, Украина и Россия. Россия, я давно уже афоризм такой написал, Россия это жопа мира, которая считает себя пупом земли. То есть это государство, которое претендует на какое-то глобальное величие, глобальное какое-то геополитическое рулежку. Украина это садок вышневой колохаты. И опять же говорю, тут не надо какие-то там гипотетические построения строить. Можно же посмотреть на историю. Допустим, когда развалилась Российская империя и на какое-то время Украина какими-то своими частями вышла из подчинения Москвы. Россия в этот момент что делала? Она там пошла Литву завоевывать, обосралась. Пошла Польшу завоевывать, обосралась. Пошла там в Эстонию завоевывать, обосралась. В Финляндию обосралась. В 1922 году был создан Советский Союз. То есть Украина с Россией объединились как государство. Там еще Закавказская республика и Беларусь. То есть это уже пошла история Советского Союза. И тут уже украинцы воевали. Москва рулила, понятно. То есть я думаю, я жившую в Советском Союзе. Кто не жил, Москва рулила в Советском Союзе. Никакие ни Душанбе, никакие ни Киевы, никакие ни Мински. Что делать, куда идти воевать? И вот там уже дальше пошло. Мы уже начали воевать. Там украинцы в том числе. На Финляндию в 1939 напали. На Литву, Латвию, Эстонию напали. И уже выигрывать стали. То есть побеждать. Там на Польшу напали дядюшки Гитлеру в помощь. 1 сентября Гитлер напал на Польшу. 17 сентября не заборылась. Советский Союз, РККА. Рабочая крестьянская Красная Армия. Да, и потом опять же. После Второй мировой войны. То есть даже не после. В Японии тоже войну объявили. Объявили. Воевали. Это все, в чем участвовали украинцы. Потому что мы прицепом шли вагоном к Советскому Союзу к Москве. Дальше пошли. В Венгрии душили восстание. Бунт. Чехословакия душили. Потом на полуострове, на острове Даманский. Как-то умудрились еще отхватить люлей от китайцев. Это, наверное, единственная победа китайцев вообще за 20-е столетие. Им же всем наваляли. Все наваливали. И японцы наваливали. И вьетнамцы наваливали. Вот только Советскому Союзу китайцы умудрились зад надрать на острове Даманский. Он сейчас за китайцами остался. Если вы не в курсе. И с того времени, кстати. Афганистан. То есть там я уже не говорю про Албанию. Я не говорю про то, как помогали мы Израиль. Пытались душить. Да? Мы, Советский Союз имеется в виду. Дальше. Я просто специально полез, отвечая на этот вопрос, в Википедию. Посмотреть, какие конфликты были после 1991 года. Украина. Три конфликта. То есть Северная Македония. Там участвовали наши войска. Какие-то помогали. Ирак. Ирак. В 2003. По-моему, в 2008 году. Не помню точно. Ну и, соответственно, вот аннексия Крыма. Нападение крупномасштабной Российской Федерации. То есть три конфликта за 30 лет. И ни в одном из этих конфликтов Украина не была инициатором. Сейчас, блин, Российская Федерация. Это просто стоит годы. Российская Федерация. Гражданская война в Грузии. 1991. 13 конфликтов я начинал. Гражданская война в Грузии. В Приднестровье. В Таджикистане. В Абхазии. Первая Чеченская война. Марш-брошот на Причтину. Дагестанская война. Вторая Чеченская война. Война в Грузии. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе. Аннексия Крыма. Война на Донбассе. Военная операция в Сирии. Гражданская война в Центральной Республике Цар. Полномасштабное вторжение в Украину. Эти войны сама начинала Россия. Ну, не все. То есть, есть войны, в которых она просто была этим прицепом. Одесса принимала участие, которое она начинала. Как в Украине, допустим, в Грузии. Вы понимаете, Россия это такой клоп, который, когда крови нажирается, там, нефтяной, допустим, в данном случае, когда у нее денег побольше, она лезет в чужие страны. Там, в Украину захватывает. Там, я не знаю, там, что там, Афганистан пытался Советский Союз захватить. Я не разделяю Российскую Федерацию нынешнюю и Советский Союз, или там Российская империя, это все, блин, в выкидыши одного и того же. Матрешка вот этой, да? То есть, когда есть деньги, они лезут захватывать побольше соседней страны. Экспансия такая, империя пытается расшириться. То есть, когда денег нет, она пожирает сама себя. Там, в Чечне, там, война, там, да? Там какие-то внутренние конфликты. Когда денег поменьше, они грузут сами себя, желудочные соки. Когда денег побольше, они лезут вовне. Ну, и сейчас вот в Украину полезли, да? Тоже ж нефть подскочила. И вот это они решили себя богами почувствовали. Так что нет, ребята, то есть, у украинцев выбор такой. Либо мы воюем за Украину, либо мы в составе России воюем, блин, со всем миром. Там, с Америкой, с Китаем, блин. То, что с Китаем, я тоже думаю, там еще веселуха пойдет. Китай уже там, Дальний Восток там на картах своим рисует. Я считаю, мне кажется, что, как кто-то там собядит, говорил, что Китай против нас экономическую войну ведет. Но это пока экономическую. Но, в общем, не в том дело там. Так что нет, ребята, либо украинцы, мы либо будем вместе с Россией какой-то прицепом, просто мясом вперед нас сказать. Как вот захватили Россия, а не Крым. Они сейчас взяли, что это в составе, будем говорить, это такой мини-Советский Союз образовался. И что, крымчане перестали воевать? Они в Сирию не ездили, там не погибали? Они сейчас вот тут мясом у нас под Аудеевкой, под Работином не ложатся? Это наши украинцы, да? Которые попали в оккупацию и, блин, не хватило им сил противодействовать этому рашистской оккупации. Стали коллаборантами. Так что нет, либо мы отставим свою страну, и тогда мы уже будем решать. У нас за 30 лет не было ни одного внутреннего конфликта, ни терактов, никакого Беслана у нас не было, никакого там Норд-Оста у нас не было. Мы распустили армию в 2013 году, мы призыв в армию отменили, понимаете? Вот не было бы войны, да? Если бы этот брат сраный, блин, которого искренне мы считали, братьями там многие, я, например, считал, не полез там аннексия Крыма, то у нас бы никакой армии не было. В 2013 году мы уже отменили призыв в армию, это уже фактически, мы были в неблоковый стат, у нас был в 2013 году. Мы не собирались входить ни в какое, ни в НАТО, блин, ни в чего. У нас была единственная база военная чужой страны на нашей территории, это российская база Черноморская флота. Теперь не будет, мы вас перебьем, рашисты, я вам обещаю, не знаю, хотелось бы до этого дожить, может не доживу, но, блин, украинцы вас точно перебьют. Мы вас хрыстылы, мы вам ведь вспываем, понимаете? Так что нет, не надо нам в Советский Союз или в Российскую империю, мы там уже были.